Васильева Елена, специалист пресс-службы. Я бы хотела добавить к теме досуга. Ребята занимаются хоккеем, футболом, интересуются. А я, например, еще люблю путешествовать. Я люблю нашу страну. Я тоже. И я люблю путешествовать по городам России, в том числе по Золотому кольцу, в состав которого входит наш город Ярославль. Три? У вас три города входят? Ну да, три города, в том числе наш Ярославль. Ярославль Залецкий, Залецкий и Ростов-Великий. Да, Ростов. И Ярославль. И что? Ну, к сожалению, иногда мне приходится как путешественнику, как туристу, сталкиваться с какими-то недостатками нашей туристической индустрии. Ну, бывают там. Допустим, мне очень хочется пожить в хорошем современном отеле, но по разумной цене. Также очень хочется видеть более развитую дорожно-транспортную сеть. И мы все знаем прекрасно, что у нас сейчас активно развивается туризм в Крыму, в Краснодарском крае, на Алтайском крае. И может ли сейчас правительство предпринимать какие-то шаги для развития такого же активного туристической индустрии, именно инфраструктуры, именно в центральном регионе России? Какой? Как вас зовут? Юлия? Лена. 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 Лена, какой аккуратный человек. Она сказала, иногда я встречаю кое-где. Вот. У нас в фильме был, помните, такое в советское время «Следствие ведут знатоки». Там песенка, помните песенка? «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет со всех сторон». Обложились. Вот. Но, к сожалению, у нас не кто-то, не кое-где, не порой, а очень часто. Часто мы наблюдаем неурегулированность, неустроенность в сфере внутреннего туризма. Но у нас есть программа развития внутреннего туризма. Из-за… У нас в прошлом году… Нет, в этом, наверное. Ну, или в этом, по-моему. Ну, год не закончился, значит, это данные по прошлому году. Значит, в России отдохнуло внутри нашей страны 70 миллионов человек. Из них 50 миллионов – это граждане Российской Федерации. Значит, 20 – это миллионов приезжих. Это немало. Хотя и немного. Сейчас я скажу, там, по каким критериям, немного. У нас очень… Ну, самая большая территория в мире. И, конечно, она не может быть неинтересной. Одна Камчатка чего стоит. Да. Там нужно, правильно, круизникам разрешать заходы в различные места красивые, да. Дальний Восток вообще в целом. Шикарное место. Просто уникальное. Сибирь. Да. Значит, Алтайский край. Республика Алтай. Краснодарский край. Теперь Крым. Наибольшие показатели роста внутреннего туризма показали как раз Краснодарский край. Сочи стал круглогодичным курортом и зимой и летом теперь работает, как мы и хотели. Зимой там лыжные виды спорта, в горах, в летом море. Вот. Все это очень хорошо совмещается друг с другом. Там скоростные поезда ходят даже. Кроме двух трасс, там две трассы идут от нижнего кластера наверх. Автомобильные. Есть еще скоростные поезда, которые ходят наверх. 25 минут, по-моему, 20 минут. Все в горах. Вот. Значит, вырос сильно Крым. После 2014 года там большой рост. Ну вот, это вот. Да, Татарстан. Ну, конечно, конечно, огромный потенциал у Центральной России и у Золотого кольца. Это я с вами полностью согласен. Мы уже с вами выяснили, что Ярославская область там три города. Три города, да, направила в это Золотое кольцо. Да и сам Ярославль. Ведь исторический центр Ярославля включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Я очень рассчитываю на то, что и новое руководство города, и новое руководство Ярославской области сделать все для того, чтобы привлекательность росла. Ну, а федеральная программа о развитии внутреннего туризма действует. Мы дальше будем над этим работать. Я полностью разделяю ваше мнение о том, что нужно это делать. Да, а почему мало? Знаете, вот у нас туристический отрасль вносит вклад туризма в ВВП страны, если все взять за 100%, 1,6% всего. В странах с развитым туристическим сектором экономики это 10%, а у нас всего 1,6%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok